друзья мои всем привет сегодня 14 апреля у меня окончились лапы для собак я им варю ну вот решила поехать на базар ну видимо поехала голодная короче набрала как дурак махорки ну и естественно а заехала за подружкой гру давай съездим ну и как мы пошли как мы пошли пол базара забрали смех и грех в общем хочу вам рассказать показать что купила кроме того мы еще там кроме базара мы еще заехали и там в овощной не на базаре овощи кстати брали и мы заехали в смол зашли супермаркет в общем по чуть-чуть по чуть-чуть и короче набрали всего и она набрала и я но тут паска на носу там вовсю продают растения во все но правда дорого я не стала растения брать хвойники вообще по ужасной цене цветочки одни мэри голды и бархатцы как их называют один вот цветочек сама самая дешевая мы видели 120 а так 200 тенге один ну вот этот один стаканчик в общем дорого бархатцы посажу я сама все сделаю я сама нафиг нужно скажем дружно это очень дорого и как бы приходится немножко экономить в нынешние времена поэтому ну расскажу покажу что купила что почем что видела как говорится ну что ребят давайте приступаем час перри переставлю камеру и начнем обзор собственно друзья давайте начнем с того зачем я поехала на этот рынок я покупаю вот такие вот куриные лапки и варю из них собакам похлебочку потому что корма брать очень дорого она уже привыкла к сад без собак как-то нет никак в общем я купила два вот таких пакета вот этот огромный пакет лапы идут не знаю как где-то в других районах у нас 150 тенге килограмм голову 250 тенге килограмм каркасы по моему 330 350 вот так но лапы я беру лапы они подешевле и из расчета на один день я варю 10 лапок с макаронами самыми дешевыми и кормлю своих собачек сейчас у меня их две алабайчик и охотничьи вот такие вот но мне теперь надо раз разобрать по пакетам я сразу делю по пакетам раскладываю их потом один пакетик взяла в общем сварила и собачкам раздала кроме того если попадаются но вот такие видите чистые хороший я откладываю себе обрабатываю я их просто обожаю тоже по пакетикам по пакетикам раскладывал пакетик 2 себе делаю и когда надо я достаю кучку варю их и делаю себе закусочку обалденную в общем вот это дело я люблю кстати в америке это не купишь а в америке лапы есть китайском магазине стоят стоят 6 долларов за 1 килограмм лап также как мясо ну лучше мясо брать в общем я купила два таких пакета один пакет выходит 1000 тенге два пакета 2000 тенге кроме того мы зашли в отдел где продают свинину там отдельно такой бутик есть я купила суп набор суп набор вот смотрите с мясом вот сколько мяса с косточкой правда вот суп набор по 1000 тенге за килограмм свининка думаю вот нас тут это мне где-то ну то что учесть без косточки на два-три раза мне хватит там гороха какой-нибудь творить там крупиной рассольничек можно в общем по 1000 тенге килограмм я купила вот столько вот мясо вот этот суп набор он стоит 1000 килограмм так это я уже сказала теперь что еще хочу сказать что свинина там допустим 2500 килограмм идет ребрышки 1900 килограмм рулька 1200 килограмм в общем а еще я мой ребят да 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 вот взяла вот такие ушки 250 тенге килограмм но это недорого вот знаете чё хочу уши я съем так отдельно это деликатес а из-за этого я не знаю с головы наверно все надо парам и почистить замариновать и запечь духовке может быть на родительский день может быть на пасху не знаю посмотрю в общем купила голову огромную голову но мне понравились вот такие большие ушки огромные хорошие вот я купила но сколько тут не знаю наверное меньше десяти килограмм килограмм может 87 короче голова вытягивает от полторы до двух с половиной но это наверное 1000 на 2 может быть а может быть около 2000 тенге вот так вот это вот я купила так и в том же отделе том же отделе там продавались вот такие котлеты котлеты 2 200 килограмм ну вот здесь где-то около килограмма или килограмм и даже не знаю что тут мне напишут так это не мой фарш это подружка купила котлеты здесь на 2 400 по 2 200 килограмм кило девяносто пять и копытца свиные по 500 тенге килограмм на холодец или так сварить в общем здесь на 906 тенге здесь кило восемьсот хорошие таких копытца прям в общем купила знаете голодные вообще нельзя ездить на базар потому что хватаешь все что не попадя как говорится так зашли купили белорусскую колбаску ну очень вкусно вот этот финский сервелат мне очень очень нравится белорусская вот это в черной пленке стоит 4001 килограмм 1 килограмм потом вот это вот сальце по моему 2 600 килограмм ну вот такое прям суперская сало и шкурка такая не не сильно жестко с миском сама отрезала в общем 2 500 килограмм это 4000 килограмм теперь там мы купили вот эти утиные грудки китайские давно я уже очень давно их не брала года два ну в принципе цена не сильно изменилась за эти два года как они были 2 200 килограмм так они сейчас 2 200 килограмм я взяла 4 штучки где-то это около килограмма так для себя я не стою поэтому как бы теперь мы взяли вот такое чье это фигли-мигли подкопченный сальмон то есть семга подкопченная норвегия это знаете вот такие от спина как это слайсы называются но это под копченые в общем здесь один килограмм и за это мы заплатили 5 500 за один килограмм а если брать куском под копченую семгу то она стоит намного намного дороже в общем сейчас я вот это немножечко как бы разделю растаю бутербродики делать супер-пупер в общем вкусняшки уже говорю уже не берут бегут кстати тогда и скажу чтобы сделать бутербродики заехали смол там было вот это колосберг пиво по акции давно я не пила уже пиво но взяла 4 бутылочки думаю пусть стоит по акции 249 на 250 тенге взяла думаю вот темночки под копченой так зашли в отдел в отдел рыбы свежая и вот смотрите ребят свежий и лещ правда я ему не чистила почищу сама его почищу нет смысла выбрать на 350 тенге килограмм и платить зачистку столько же как бы нет смысла по 350 тенге килограмм он есть разные если средний он идет 500 тенге килограмм крупный 650 тенге килограмм но 350 тенге килограмм я взяла 3 рыбки жарить целиком в манке вообще очень вкусно правда он костля вы знаете вот посидеть поковыряться с даже с тем же самым пивом в общем три штуки взяла надо чистить вот и захотелось не взять бирж бирж это я не знаю это отдельно но все говорят это как детки судака я взяла 700 тенге килограмм потом идет чуть больше тысячу 100 килограмм тысячу там 800 килограмм как бы если замороженное чисто филе стоит во льду все во льду то еще 800 килограмм в общем я купила тоже три штучки почищу разделаю ну и часть положу в холодильник может быть может быть что-то сегодня уже пожарю посмотрю посмотрю как как говорится как мазь пойдет а то может быть сейчас пивка хапну семгкой нафиг не это рыба будет нужно в общем вот так свежие рыбки чуть-чуть купила не планировала но купила кроме того друзья в том отделе где мы покупали свинину котлетки где купила голову шкура 100 тенге килограмм я хочу честно сказать сделать из нее рулетик я так посмотрела шкурка такая неплохая толстенькая она хорошо идет на рулетик обработаю но в принципе в принципе там все что не нравится это я сварю потом собакам обработаю сделаю короче работы не початый край но 100 тенге килограмм здесь может на 200 с чем-то может быть 300 тенге вот это вот шкура а приготовить с нее можно обалденный обалденный рулетик ну и собачкам еще достанется полакомиться дальше что заехали в овощной кстати овощи мы на базаре что-то ходили ходили и овощи не взяли что-то помидоры 1500 килограмм розовые по 1200 200 1250 красные такие огурцы 750 килограмм но перец вообще за две с лишним тысячи я говорю слушай давай заедем наш овощной у нас тут недалеко от нас такой хорошенький овощной открылся у нас говорю дешевле и мы уже после базара заехали и хорошо что заехали вот смотрите друзья вот эти вот помидоры по 1000 килограмм на базаре они 1250 килограмм мы еще сэкономили в магазине в магазине а вот эти розовые они уже видите уже вот доходит таким мягеньким розовые в магазине 1100 на базаре как колотушки полторы тысячи килограмм в общем я довольна что мы заехали в овощной и я взяла помидоры это я буду кушать сейчас салатики я каждый день делаю салатик один огурчик одна помидорка там майонезиком как бы гарниру я делаю каждый день я кушаю по чуть-чуть по вот так купила дальше что в этом же еще в овощном я купила лук я хочу сделать окрошки купила зелени вот честно сказать не знаю почему я что-то не глянула два бананчика мне два хватит потому что яблочки яблочки у есть хорошие яблочки там же с этого овощного такие жесткие сладкие 650 килограмм ну там если подешевле но мне не нравится лимоны вот эти 1150 килограмм турецкие были 900 килограмм но я предпочитаю вот эти тонко шкуры они сочные вот редичку одну я взяла по 200 тенге килограмм я взяла на крошечку вместо редиски эта редька не острая она хорошо и взяла огурчики вот такие вот огурчики смотрите 600 тенге килограмм на базаре 750 килограмм в общем получается что намного было выгодней купить в нашем овощном магазине вот что мы подружка благополучно и сделали набрали но овощи тоже сейчас выходят дорого потому что дорогие овощи на базаре я купила минералки минералки я купила сейчас контур полу фанту не покупаю и минералку не покупаю я делаю компоты из своих мороженых фруктов со своей ежевики вишни и яблочки грушки все это режу заготавливаю летом и варю компоты а это я взяла на окрошку окрошку делаю я на минералки поэтому взяла упаковку 6 штук 1050 тенге вот ну лепешечка лепешечку там же взяли на базаре 200 тенге свеженькую думаю сейчас русская так смоля хлеб бородинский на и носу 115 на стоит я не знаю так покупка каспи хлеб прожаной 115 смена максайский не бородинский так взяла по акции шоколад вот шоколад альпингольф я люблю милку конечно люблю милка дорогая этот вот шоколад кстати ребят по 279 280 а так он 300 чем-то стоит 380 что ли так был по акции майонез думаю крошку буду делать надо у меня как раз кончается я взяла 2 2 штуки целых 2 по 735 он так что-то стоит около 900 тоже по акции ну ладно возьму 2 майонез я люблю по сравнению с американским поэтому я взяла удовольствием думаю пусть будет так и взяла финский сыр тоже он был кстати по акции весь вот это вот штучка 845 тенге 200 грамм то есть если умножить на пять четыре тысячи килограмм но это по акции вот он был кстати чё производство по моему прибалтика если я не ошибаюсь скорее всего прибалтика не знаю чё производство так мелко написано что я ничего не вижу финский ну чей финский а брест-литовск брест-литовск это где это или прибалтики или где-то в белоруссии так географию мы знаем плохо но если судить по городам так и еще я купила на базаре наконец-то я нашла перлит по 300 тенге и еще купила один вермикулит разрыхлитель для почвы сейчас занимаюсь рассадой вермикулитик тоже 300 тенге вот собственно все мои покупки теперь теперь нужно браться все разбирать по своим местам разобрать лапы собачкам разложить не еще кстати я сегодня не варила собачкам надо варить вот там на заднем плане стоит вот эта большая кастрюля я почти полную я варю каждый день ну зимой варю полную при полную на два дня а так это на один разом но не полная вот так вот вот собачки большие пожрать любят в общем вот такие вот дела и сейчас надо разбирать и рыбку и все такое я вообще я есть хочу я есть хочу поэтому столько наверное набрала всего потому что кушать хочется поехала что-то голодное выпила кофе с конфеткой ночью это кофе с конфеткой это не серьезно в общем вот так друзья начинаю заниматься делами какую сумму я промотала в общем я не знаю потому что мы заезжали там там по чуть-чуть по чуть-чуть ну хорошую на 1030 я точно но не больше 30 этот раз не больше 30 это я себе сдерживала на этом все друзья понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь кто не подписался ну и до скорых встреч пока пока а я буду работать и что-нибудь сейчас какой-нибудь бутербродик с сумкой сейчас я съем пока пока